История Древнего Мира. Тема номер 53. Установление империи. Поражение сторонников республики. Не получив поддержки в Сенате, боясь гнева народа, убийцы Цезаря бежали из Рима на Балканский полуостров. Они стали собирать войска для борьбы за восстановление республиканского управления. После смерти Цезаря наибольшее влияние на солдат и народ оказывал консул Марк Антоний. Он был другом и соратником Цезаря, отличившимся во многих сражениях. В эти дни в Риме приобрел известность еще один человек, 18-летний Октавиан. Это был внук любимой сестры Цезаря, хилый болезненный юноша. Во время убийства Цезаря он находился на Балканском полуострове, где обучался военному делу. Узнав о том, что Цезарь в завещании объявил его своим приемным сыном и главным наследником богатейшего имущества, Октавиан спешно приехал в Рим. Антоний и Октавиан сразу же не взлюбили друг друга. Антоний вначале недооценивал Октавиана. Разве этот тщедушный мальчишка сможет соперничать с ним и искусным полководцем? Однако Октавиан был не по годам умен и хитер. К тому же легионы готовы были повиноваться ему, приемному сыну Цезаря. Пришлось Антонию заключить союз с Октавианом для борьбы со сторонниками республики. Война союзников разгромили, войска союзников разгромили республиканцев Македонии. Брут покончил жизнь самоубийством, победители поделили между собой власть. Антоний стал правителем восточных провинций, Октавиан получил в управлении Запад, остался в Риме. Борьба Антония и Октавиана за единобластье. В судьбе Антония большую роль сыграла царица Египта Клеопатра. Антоний вызвал ее для переговоров в Малую Азию, где он в то время находился. Опасаясь вторжения римских войск в Египет, Клеопатра отправилась в путь. Она прибыла на корабле с пурпурными парусами, позолоченной кормой и посеребренными веслами. Клеопатра была привлекательна, образована, обладала острым умом и говорила на многих языках. Антоний полюбил эту незаурядную женщину и женился на ней. Он переехал в столицу Египта Александрей, где провел несколько лет, управляя восточными провинциями и готовясь к неизбежной войне с Октавианом. Тем временем Октавиан настраивал римлян против своего соправителя. Он говорил, что Антоний забыл свой долг римского полководца, его околдовала чужеземная царица. Он дарит ей и ее детям римские провинции, как свою собственность. Дело шло к открытой войне. В 1931 году до н.э. флота Антония и Октавиана встретились около мыса Акции у западных берегов Балканского полуострова. В разгар морского сражения Клеопатра дала приказ египетскому флоту выйти из боя. Антоний не мог поверить в измену любимой жены. Он сел на быстроходный корабль и, покинув воинов, которые за него сражались, умирали, бросился вдогонку за ней. Оставшись без полководца, войско Антония потерпело поражение. Об этом Антоний узнал уже в Египте. Не желая попасть в руки врагов, он бросился на свой меч. Римские войска заняли Египет. Говорили, что Октавиан хочет провести Клеопатру во время триумфа по улицам Рима. Она предпочла смерть с позору. Преданный слуга принес ей во дворец, охраняемый римлянами, корзину с ягодами, где спрятал ядовитую змейку. Вошедшие во дворец солдаты Октавиана нашли царицу мертвой. Египет был превращен в римскую провинцию. Единовластие Октавиана Августа 30-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры. Октавиан объявил об окончании гражданских войн и установлении мира в Италии и провинциях. Римляне перестали убивать друг друга. Сенат преподнес Октавиану почетное прозвище Август по-латински «священный», которое стало еще одним его именем. Октавиан Август не пожелал называться диктатором, но на деле его власть была огромна. Он постоянно носил звание императора и командовал всеми римскими войсками. Октавиан Август был пожизненным народным трибуном. Верховным жрецом много раз избирался консулом. В его руках находилось управление многими провинциями. Октавиан Август никогда не забывал о судьбе цезаря. Он создал личную стражу, солдаты которой назывались претарианцами. Их отряды были размещены в Риме и других городах Италии. Они должны были не только охранять императора, но и следить за теми, кто мог принять участие в заговоре против него. Октавиан был очень осторожен. Он не появлялся без телохранителей. А в Рим всегда въезжал по ночам. Он говорил, что не хочет беспокоить жителей торжественной встречей. Но, скорее всего, боялся, что при стечении народа легче совершить покушение на него. Начиная со времени Октавиана Августа, римское государство называют империей, потому что им единолично правили сменявшие друг друга императоры. Богач, меценат и поэт Гораций. Друг Октавиана, богач меценат, покровительствовал поэтам. Одним из самых знаменитых поэтов был Гораций. Меценат подарил ему небольшое имение, чтобы все силы Гораций отдал созданию стихов. Имя мецената стало нарицательным. В наши дни так называют человека, помогающего поэтам, художникам, артистам. Гораций писал о своих стихах. Создан памятник мной, он вековечнее меди, и пирамид выше он царственных. Не разрушит его дождь разъедающий, ни жестокий барей, ни бесконечная, цепь грядущих годов вдаль убегающих. Нет, не весь я умру, лучшая часть моя избежит похорон. Гибель оратора Цицерона Знаменитый оратор Цицерон прославился своими речами в суде, обличавшими жадных наместников провинций, а также выступлениями в защиту республики. После убийства Цезаря Цицерон считал главным врагом республики Антония. Октавиан не казался им опасным. Цицерон выступал с резкими речами против Антония, называя их филиппиками. В подражании речи Демосфена против Филиппа Македонского. По настоянию Антонио Цицерон был объявлен вне закона. Любой мог убить его. Оратор не знал, где скрыться. Преданные рабы. Глухими тропинками понесли его на носилках к морю. Однако нашелся предатель, вольно отпущенник, сообщивший воинам, где искать оратора. Отряд нагнал его, Цицерон был убит. Отрубленную голову оратора отправили в Рим к Антонию. Поэма Вергилия Эниида. Октавиан хотел, чтобы его прославляли лучшие поэты Рима. Один из них, Вергилий, написал поэму Эниида, в которой подражал Гомеру. Герой поэмы, троянец Эней, был сыном богини Афродиты. Римляне называли ее Венерой. В поэме рассказывается, что она помогла Энею выбраться из пылающей Трои. После долгих странствий он попал в Италию. Далеким потомком Энея будто бы был основатель Рима Румул. Октавиан считал Эней своим предком. Об этом напоминал изображение Амура, сына Венеры, у ног статуи Октавиана. В Энеиде Вергилий утверждал, что другие народы могут быть искуснее в создании статуи, в красноречии, в науках, но именно римляне должны править миром. А римлянин, ты научись народами править державно. Милость покорным являть и смирять войною надменных.